здравствуйте всех мы в прямом эфире это уже четвертый прямой эфир из серии встречи с замечательными людьми привет 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 первым кто появился уже в инстаграме я жду первых людей в фейсбуке где тоже идет параллельно трансляция здравствуйте все здравствуйте дорогие мои привет вам из черногории с кристиной моей женой отдыхаем здесь еще несколько дней потом возвращаемся в москву и поэтому я веду трансляцию отсюда интернет здесь с мобильного телефона так что возможны какие-то проблемы в целом все работает хорошо и как правило качество изображения звука хорошая на всякий случай если трансляция прервется по каким-то причинам я параллельно записываю и и в любом случае в фейсбуке в случае прерыва трансляции полная запись появится итак в первой трансляции серии встречи с замечательными людьми я рассказывал вам о Станиславе и Кристине Гров первых чтениях гровских книг о мечтах встречи с великим первооткрывателем души человека личной встречи обучение сотрудничестве на протяжении многих лет и порой сложных взаимоотношениях с этим великим человеком вторая беседа из серии встречи с замечательными людьми была посвящена моим учить моему ученичеству и отношениям с Арни и Эмми Минделл с которыми я впервые встретился в 1990 году во время третьей встречи я рассказал о Кене Вилбере о первом знакомстве с его книгами издание первых пяти книг Кена Вилбера на русском языке о своих встречах с ними съемках интервью для двух фильма и о том чему и научился у этого первооткрывателя сегодня я хочу поделиться своим опытом знакомства жизни ученичества у другого великого человека значимого не только для американской культуры но и для мировой культуры но и для российской культуры и в нашей стране он тоже сыграл ну неизвестную многим людям на очень очень важную роль это майкл мёрфи директор и основатель знаменитого института слн кто-нибудь из вас слышал что-нибудь об институте слн дайте знак помашите кто что-нибудь когда-нибудь слышал об институте слн первый институт в который привнес духовный опыт востока на запад формат центров развития человека он был создан майклом мёрфи и диком прайсом в 1962 году майкл мёрфи блестяще закончил гарвард по кафедре сравнительных религий и после блестящего образования исчез из америки на целых полтора года он скрылся в ашраме шриурабинда идеи которого практики которого опыт которого долгие годы уже привлекал его и целых полтора года жил там и изучал интегральную веданту шриурабинда общался с другими жителями этого ашрама завязал очень тесное отношение с преподавателями очень глубоко изучил интегральную веданту и особенно проникся эволюционными идеями шриурабинда и по его возвращению в соединенные штаты совпали очень благоприятные обстоятельства он унаследовал от своего деда 27 акров удивительной земли земли на прямо на побережье тихого океана примерно две трети от сан-франциско извините 1 3 от сан-франциско и две трети от лос-анджелса вот примерно такая пропорция может быть чуть дальше от сан-франциско прямо на отвесной скале с очень хорошим пространством земли он основал институт слн который стал первой в америке и вообще в западном мире ну своего рода центром коммуны где исследовались и передавались все знания по развитию человека ну моделью был конечно ашрам шриурабинда но конечно же со специфически западным американским подходом на майкла мерфи уже в это время очень сильно повлиял конечно американский психолог абрахам маслу его идеи о дальнейшем развитии человека предшествующее становлению и развитию трансперсональной психологии но конечно работа и жизнь георгий иванович гурджиева его институт гармонического исследования человека ну и конечно же такие пионеры работы с человеком как основатель гештальта психологии и психотерапии фриц перлс он кстати по приглашению майкла мерфи приехал в институт и сален в 1964 году и стал первым резидентным учителем который жил в институте сален вплоть до своей смерти и перлсовские семинары по гештальту регулярно каждый месяц проводимые лично им в институте сален оказали громадное влияние и на майкла мерфи и дика прайса сооснователя института салена его близкого друга и на ведущих преподавателей института сален и вообще на всю западную культуру другим частым гостем института сален был знаменитый мифолог джозеф кэмпел он тоже нередко посещал институт сален ну а в округе в этих местах калифорнии тоже жили удивительные люди ну конечно же прежде всего это бэй-эре или область залива три города беркли сан-окленд и конечно же сан-франциско вот они и образуют эту бэй-эре или зону залива и это центр культ коку американской контркультуры как мы все знаем этот центр всех революционных изменений гуру революции рок революции психоделической революции все кипит в сан-франциско ну а впоследствии конечно информационно-компьютерная революция силиконовая долина хай тех хай майн все это очень тесно переплетено и вот это близкое соседство сан-франциско оказала очень большую роль конечно на развитие института слн и через слн на развитие бэй-эре области залива и взаимно-взаимно обогащала взаимно развивала ну конечно же такой известный и скандальный во многом писатель как артур миллер усадьба которого находилась очень близко от института слн поэтому он был очень частым гостем и лично майкла мёрфи который любил его произведения ну и давал семинары в институте слн стэн гроф по приезде в соединенные штаты несколько лет работал в исследовательских программах когда они закончились в семьдесят четвертом году перешел в института слн где он на протяжении по моему 15 или 14 лет был тоже резидентным преподавателем есть очень много фотографий грофа из института слн вместе с другими лидерами human potential movement и собственно говоря в институте слн были написаны его главные американские книги того периода в институте слн он познакомился с кристиной гроф в институте слн они разработали метод холотропного дыхания я сам впервые узнал об институте слн в далеком 1980 году когда прочитал в сам издате переведенную книжку джона лили центр циклона несколько очень поэтичных книг страниц в этой книге были описаны семинаром в эссалене жизни в эссалене горячим ванном в эссалене чуду эссалена потрясающему влиянию атмосферы людей семинаров природного окружения всего на развитие то есть джон ливи делится своим опытом переживания института слн и для меня конечно как и для многих других искателей тех лет это было что-то волшебное что-то нереальное какое-то из мира сновидений фантастическое место особенно мы намечтали очень много где все совсем не так как у нас где все удивительно где сотрудничать трудится все подчинено единой великой цели развития человека и поэтому лично для меня вот этот созданный в немалой степени благодаря жизни в советском союзе невозможности поехать туда лично образ института слн был вот таким каким-то семям моих собственных поисках и мечтаний об образовательных программах развития человека вот все что я думал в этом направлении оно как-то вот соотносилось с институтом слн ну и волшебным образом в середине 80-х годов я лично встретился с майклом мерфи директором основателем президентом института слн уже не молодой он 31 года рождения поэтому в пись в восьмидесятые годы ему было уже под 60 но очень юный душой с чувством юмора гибкий радостный эмоциональный с очень острым умом он конечно произвел грандиозное впечатление это были брежневские времена ничего официального между американской трансперсональной психологии и советской официальной марксистской ленинской психологии тогда конечно не происходило но майкл мерфи исследовал ситуацию заводил контакты с российскими учеными привозил их в института слн и вот таким образом я помню вот такой проект в парке измайлова который назывался мыслильно созданный джо гольдиным был тогда такой культ трейгер диссидент активист и именно джо гольдин с страны россии и майкл мерфи со стороны соединенных штатов сделали первый мост телемост между советским союзом и америкой и вот эта деятельность которая ну на английском называется citizen diplomacy то есть такая неформальная гражданская дипломатия когда не спрашивая политиков жители америки и жители советского союза сами устанавливают связи беседует откровенно жизни о проблемах о том как их решать и так далее она сыграла очень большую роль в тому чтобы но произошла какая-то разрядка и института слн поддерживал и много лет вел программу советско американского диалога и в рамках этой программы привозил в америку достаточно много влиятельных людей депутатов партийных деятелей ученых крупных ученых и даже однажды привез тогда еще секретаря цк кпсс бориса ельцина первый визит ельцина в америку был сделан с американской стороны при поддержке института слн и майкл мерфи рассказывал мне много забавного пьяном ельцине в америке о том как это происходило с неформальной точки зрения и я познакомился с майклом мерфи но это было знакомство но своего рода покасательный потому что ну у нас не было с ним совместных проектов я был подпольный трансперсональщик а вот личные контакты начались только в 1990 году когда я и слава цапкин два месяца стажировались в сша по программе советско-американского диалога enterprise development program и в этой программе одним из ее очень важных моментов было посещение дома в сан рафаэль это милвели калифорнии около сан-франциско майкла и дался мерфи вот так мы встретились лично во время этой встречи два дня мы у них жили со славой цапкиным и во время этой встречи туда и приехали еще также станислав и кристина гроф в один из дней познакомиться с нами повидать нас и также роджер волш и фрэнсис воин другая очень известная чита трансперсональных психологов и психотерапевтов у меня есть фотографии как раз этой встречи я и слова цапкин сидим в центре станислава кристина гроф по бокам и потом майкл мерфи держит барельеф владимир ленина большой который привез советского союза кстати майкл мерфи здесь наверное имеет какую-то личную связь личные причины не бизнес причины не формальные причины не деловые причины как эта связь с россией безусловно он хорошо знает русскую философию и даже издал в институте слн серию книг по русской философии книги соловьева книги шестова книги бердяева книги федорова были изданы в этой серии он лично знает очень крупных экономистов писатели деятели культуры и организовывала много мероприятий в россии советском союзе в америке привозил многих из них туда майкл мерфи также прекрасно знает русскую историю прекрасно и мы с ним немало говорили также об этом и вот во время этой первой личной глубокой встречи произошло два важных событий я хочу о них поделиться ну во первых в доме шел ремонт и поэтому слава цапкин как более статусный пожилой человек получил место на кровати а мне положи постелили на на полу в кабинете у майкла мерфи возле его рабочей картотеки и майкл мерфи с юмором сказал что вот ты спишь возле места где труд всей моей жизни и пояснил что в этой картотеке сложены все выписки свыше десяти тысяч выписков о сверх естественных возможностях человека которую он собрал за всю свою жизнь и это основной фактически материал для книги над которой он сейчас работает тоже главной книги его жизни в которой он исследует сверхъестественные необычные способности возможности человека и делает очень важные выводы об эволюции человека и вторым очень важным событием было был разговор с далси мерфи во время которого я посетовал что не могу посетить лично институты солен место моей мечты потому что я поеду на ретрит на мхай нарбу и по первоначальному плану мне придется пропустить слн тогда далси мерфи сказала иди в сален недели раньше давай переменим твои планы там будет тоже очень интересный семинар арнии меминделл и я ничего не слышал об арнии меминделл и тогда в ответ на это далси мерфи сказала что меня ждет очень приятный сюрприз и благодаря этому я познакомился лично с процессуальной работой арнии меминделл пригласил их в россию в советский союз тогда и началась тоже большая очень интересная история и в моей жизни и в жизни многие других россиян и в следующий раз я встретился с лично с майклом мерфи на первом семинаре по резервным возможностям человека в москве этот семинар состоялся нет извините я встретился с майклом мерфи да на первом семинаре по резервам возможности человека в восьмидесятые годы в конце восьмидесятых годов по-моему это был восемьдесят седьмой год и но я тоже косвенно оказался причастен к этому семинару потому что он был с российской советской стороны организован институтом психоиммунологии которым руководил профессор арон исакович белкин виднейший психолог психоиммунолог и в будущем основатель психоанализа в россии в советском союзе и с белкиным была следующая история восемьдесят пятом году он пригласил меня и виталия николаевича михейкина пообщаться с нами и узнать больше транспарсональной психологии разговор был долгий плодотворный эмоциональный очень с его стороны был неподдельный интерес мы оставили ему книги грофа и через пару месяцев белкин позвонил мне и сказала володя срочно приезжай я только что вернулся от грофа но я конечно примчался ему к институт психоиммунологии он рассказал о том что он был в америке на семинаре по холотропному дыханию выложил последнюю книжку грофа the adventure of self-discovery где был описан метод холотропного дыхания музыку он сказал кристина гроф подарил мне музыку для голотропного дыхания изучай и проводи вот так через три месяца я провел первый официальный семинар изучив все по голотропному дыханию в центре психоиммунологии профессора белкина и затем ситуация развивалась дальше белкин стал реально заниматься возможностями человека транспарсональной психологии вступил в контакты с институтом слн с майклом мёрфи и организовал по моему 86 или 87 год первую советско-американскую конференцию с майклом мёрфи институтом слн по резервным возможностям человека и вот на этой конференции я сделал доклад об опыте применения холотропного дыхания в советском союзе меня приметил майкл мёрфи и пригласил к себе на беседу на утреннюю беседу на завтрак в отель националь где он всегда останавливается меня и диму леонтьева из мгу молодого тогда лидера экзистенциальной психологии психотерапии вот мы мы общались я рассказал о подпольной транспарсональной психологии о подпольных переводах об опыте холотропного дыхания и вот тогда майкл мёрфи заговорчески глубокомысленно сказал вот так смотря вверх неплохо бы привести сюда Станиславу и Кристину Гров вот тогда и провести холотропное дыхание для для вашего политбюро вот тогда они на самом деле узнают что такое демократия что такое перестройка и что такое гласность ну и вот шутки шутками но на следующий год как раз в апреле в пасхальные дни в 1989 года в москву приехали Станислав и Кристина Гров по линии министерства здравоохранения СССР по приглашению профессора белкина вот так завязалась эта история попал на этот семинар конечно встречу с Гровом ближе с ним познакомился и стал обучаться на программе гров транспарсон тренинг и роль майкла мёрфи здесь тоже очень важная он посредник он соединил вот эти в какой-то степени разрозненные нити был проводником не только в этом но и во многих других инициативах значит с майкла мёрфи мы затем встретились на сейчас подождите найти мне сообразить я посмотрю чтобы косвенно вернее но не с майкла мёрфи а с плодами его работам я встретился также в восьмидесятых годах восьмидесятые годы когда была очень масштабная выставка транспарсональной литературы это случилось в библиотеке медицинской литературы на метропрофсоюзная свыше десяти тысяч книг с американской стороны института солен поэтому там были не только научные книги по психоиммунологии нейрологии нейронаукам мозгу и так далее но колоссальное количество книг по транспарсональной психологии наверно все что вышло к тому времени на английском языке и ну работали тоже люди сотрудники института слн и увидев мой неподдельный интерес просто мне сказали выбирайте те книги которые вам интересны и вот моя первая транспарсональная библиотека началась именно вот с этой выставки там книг 15 наверное мне были очень интересны мне их подарили они запаслива привезли много дубликатов самых важных книг по много экземпляров ну а все остальное осталось в россии библиотека была передана в московский государственный интерес и университет сейчас эта библиотека имени вячеслава лучкова это психолог который мгу который много сотрудничал с институтом и солен и даже был возлюбленным дал семерфи некоторое время именно поэтому библиотека называется библиотекой вячеслава лучкова дал семерфи жена майкла мерфи у них есть кстати замечательный сын она тоже сыграла очень большую роль в советско-американских в российско-американских отношениях и она возглавляет возглавляла центр советско-американского диалога сейчас он имеет название трек ту моя следующая встреча с майклом мерфи и институтом слн состоялась по моему в девяносто третьем году когда я тоже был в соединенных штатах и но несколько дней провел в институте слн как гость мы там были с кристиной и это было тоже удивительное путешествие атмосфера слн затем было посещение в двухтысячные годы я в это время был уже издателем и опубликовал книгу майкла мерфи за future of the body будущее тело это та самая книга материалы которые были в том самом каталоге на полу возле которого мне постелили спать в доме майкла и далси мерфи ну вот наверное была какая-то тесная связь с этими идеями с эволюционными идеями и я издал эту книгу с большой радостью будущее тело вы можете ее найти еще где-то в кинестических магазинах в озоне может быть мы ее сможем переиздать это шедевр конечно 800 страниц где классифицированы и собраны все самые важные исследования открытия майкла мерфи в этой области я посетил значит в 2005 по моему году семинар очень близкого друга и сотрудника майкла мерфи по интегральным трансформативным практикам это квинтэссенция опыта майкла мерфи опыта изучения изложенного книжки будущее тело о том какой должна быть наиболее универсальная оптимальная программа развития и совершенствования человека вот недельный семинар по этой теме который вел его друг и соавтор кстати джим леонард масть мастер выдающийся мастера боевых искусств айкидо я и посетила джим леонард был там главный преподаватель кстати на базе вот этих идей майкла мерфи и его исследование программы кен вилдер впоследствии создал свою программу который первоначально кстати так тоже называлась интегральные трансформативные практики потом ну майкл мерфи просил его изменить название и она получила название интегральные практики жизни на этом семинаре я тоже был у кена вилдер и его команде в дальнейшем но были встречи еще у меня большие с майклом и дался мерфи в 2007 году в он пойму по моему приглашению выступал в институте философии на факультете психологии мгу в 2009 году был его совместный семинар со станиславом грофом но стен гроф ввиду сердечной болезни не смог на этом присутствовать но мы провели благодаря щедрости ста санамина в его театре семинар с майклом мерфи где он дал интенсивное введение во все свои исследования связанные с интегральными трансформативными практиками и сверх возможностями человека будущем эволюции человека запись этого семинара между прочим есть в интернете в на канале ютюба трансперсональный проект если вам интересно то вы можете посмотреть что еще мне хотелось бы вам сказать о дал си и майкла мерфи ну вот я говорил что в 2007 году он блестяще выступил в мгу там же был и станислав гроф мы встречались было его выступление в институте философии очень хорошая очень сильная затем по моему в 2009 году я встречался с ним во время визита в калифорнии он не смог приехать на 17 всемирный трансперсональный конгресс но после конгресса во время своего очередного визита в штат я взял у него очень большое интервью о возможностях человека а может быть то было 2009 году я честно говоря точно не помню и фрагменты наиболее важные из этого в интервью украсили мой фильм танец бесконечности это снято как раз вот в доме где жил тогда майкл мерфи во дворе его дома затем я встретился с ним по-моему два или три года назад в калифорнии и взял интервью для фильма инструменты эволюции у него дома и для фильма тайна карлоса кастанеды и я считаю что благодаря тому что майкл мерфи лично знал кастанеда лично знал великолепно знал майкла харнера ну со своего рода крестного отца кастанеды то его свидетельствия имеет колоссальное значение конечно же что важно еще нам знать об майкла мерфи и его работе он блестящий литератор блестящий спортсмен то есть сам воплощает идеи которые не излагает своих книгах когда я говорю блестящий литератор это означает что он автор романов и его роман гольф в королевстве о духовной стороне игры в гольф бестселлер переведенный на наверное около 30 мировых языков его нет на русском языке но вот он описывает шиву айронса великого мастера игры гольф и духовные измерения но у него есть также романы королевства шивы айронс это продолжение гольф королевстве якоб от обед и конец обычной истории но среди других его книг это конечно его шедевр о парапсихологической стране спорта он исследует опыт выдающих спортсменов и экстрасенсорные экстраординарные восприятия а также колоссальное очень важное исследование медитации где но итогом своего рода является научно подтвержденные результаты о влиянии медитации на 37 важнейших психофизиологических психологических параметров человека очень важный прорыв и очень важное подтверждение исследование медитации есть также книга жизнь дарованная нам совместе джимом леонардом я планировал издать к эту книгу на русском языке но благодаря вот спаду интереса к этим тем она у меня так в переведенной рукописи лежит она не издана и просрочены уже авторские права и сейчас уже неподъемно платить но заново несколько тысяч долларов за авторские права издавать эту книгу и вот претерпевать все эти так сказать сложности поэтому к сожалению не все возможно сейчас издавать что еще важно в майкла мёрфи и институте слэн ну вот подготовительная работа по книге будущее тело началась в 1977 году и заняла около 20 лет он собрал архив более 10 тысяч исследовательских работ по уникальным проявлениям тела значит затем ну какая то вот история сотрудничества майкла мёрфи института слэн советским союзом и россии то есть впервые первый визит в советский союз это в 1980 году в 1982 году именно со стороны эссалена инициатива по первым телемостам между советским союзом и сша в 83 году первые советско-американские симпозиумы 85 взаимодействие с министерством здравоохранения телемост по чернобылю восемьдесят шестом году ну прием российских важных топов в тех времен восемьдесят шестом году а гамбегян который академик который был советником гробачева литературные всевозможные вещи курт вонигуд норман мейлер привозились с леном советско-американские конференции по резервным возможностям психоиммунологии в рамках стэнфордского института подтверждение практик интегральных трансформативных и большая исследовательская работа ну и так далее то есть много 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 замечательных дел колоссальное количество конференций вы сами можете зайти на сайт sln.org sln.org и очень многое узнать об институте слн я рекомендую вам зайти на страничку которая называется центр теории исследований ctr center for theory and research это страничка которую ну по инициативе майкла мёрфи сделанные которую он курирует и там собраны многочисленные исследования проведенные институтом sln конференции как раз связанные с исследованиями человека с исследованиями эволюции человека что еще очень важно я хочу обратить ваше внимание на некоторые ключевые идеи голопом по европе но тем не менее в чем уникальна книжка майкла мёрфи это первая действительно интегральная и такая большая картина того что такое эволюция человека под пристальным исследованием резервных возможностей человека то есть майкл мёрфи считает что вот экстримы в разных областях экстремальное зрение экстремальное слышание экстремальное развитие способности любить экстремальная эмоциональность экстремальная способность выдерживать холод йоги туммо например практика экстремальные парапсихические способности все это эти экстримы указывают дальнейшее направление эволюции человека и как мы знаем сейчас из книги хомадеус харари богочеловек это мегатренд нашего мира исследование развития развития к неограниченному совершенствованию и поэтому вот то направление которое олицетворяет майкл мёрфи исследовательское визионерское философское кстати человек колоссальный для американца философской культуры который на равных может обсуждать сложнейшие темы я бы с ним беседовал по многим сложным вопросам с большим изумлением и радостью встречал понимание и отклик и вот майкл мёрфи говорит о том что вот вся совокупность наших экстрадинарных способностей во-первых составляет непрерывную последовательность со свойствами и характеристиками способностей которые эволюционно развивается на время всей эволюции на планете земли то есть все наши человеческие экстрадинарные способности является результатом всей человеческой эволюции точь очень важный вывод это позволяет также делать предсказывание о будущем эволюции человека майкл мёрфи на основании своего исследования сделал очень важные выводы в своей книге но во первых очень важный вывод о том что культурность наша культурная обусловленность очень сильно ограничивает или подавляет наши сверх ординарные способности это научный факт то есть то что мы думаем о возможном и невозможном о нормах ограничениях о себе о том что мы есть чрезвычайно сдают горизонт нашим возможностям если мы знаем что мы бесконечны если мы знаем что мы можем быть очень многими если мы знаем что мы не ограничены это раскрывает и позволяет проявляться очень многим ранее скрытым нашим возможностям это научный факт майкл мёрфи единственным способом узнать каким потенциалом экстраординарной жизни мы обладаем это большая картина всех сверх возможностей человека и использование как равного научных данных философского мышления и мистического созерцания то есть нам для того чтобы иметь верную картину экстраординарных способностях эволюции нужны ну не только рациональные но и сверх рациональные органы познания способности не только интуиции но и мудрость другими словами есть много удивительных вещей их удивительных замечаний по конкретным выводам о чаровеческих способностях я могу просто рекомендовать вам ну почитать эту книгу она является из всего что мне известно лучшей энциклопедии наверное возможностей человека ну на этом я закончу сегодняшнюю трансляцию сегодняшний краткий вебинар о моих встречах с майклом мёрфи до новых встреч всего вам доброго замечательного лета о следующей трансляции вы узнаете также в наших соцсетях всего вам доброго удачи до новых встреч а Продолжение следует...